Ноябрьск Коммунальщики получили паспорт готовности к зиме. Полное окончание работ по этому направлению подтвердили в Минэнерго. Энергогаз Ноябрьск получил паспорт готовности на один из ключевых объектов под станцию Адмиральскую. Она обеспечивает электроэнергией ЦГБ, перинатальный центр, центральную котельную и водозабор. В министерстве подтвердили, что объект готов к отопительному сезону. Это значит, что на станции провели все необходимые противоаварийные мероприятия. Ранее коммунальщики получили паспорт готовности к зиме от администрации города. Специальная комиссия провела проверку и убедилась. В ресурсоснабжающей организации выполнили все предписания, чтобы система теплоснабжения в холода работала исправно. С начала года в Ноябрьске из 26 пожаров 6 произошли по причине неисправного электроподогрева автомобилей. Такую статистику привели в Управление гражданской обороны города и напомнили, что использование внешних электрических подогревов и розеток запрещено. Недавно этот запрет был конкретизирован. Изменения в правила благоустройства утвердили депутаты городской думы. Раньше для размещения электропроводов было запрещено использовать деревья и заборы. Сейчас под запретом вывод кабеля на внешние фасады зданий, размещение проводов и розеток на земле или дворовых конструкциях. Контроль за этим будет осуществлять одна из структур городской администрации. Отмечу, что самодельные электрические подогревы, провода с поврежденной изоляцией, с несоответствующим сечением проводов могут стать причиной пожара. Автомобиль может сгореть за 5-10 минут. При этом рядом стоящие автомобили могут быть повреждены огнем, либо также загореться. Это является нарушением. Либо, не дай бог, он станет причиной чьей-то инвалидности или смерти. Вот тогда как будет звучать вопрос? Какую альтернативу он тогда сможет предложить обществу, если по его вине погибнет ребенок, например, или кто-то получит увечие? Пока административный штраф, но там же может быть уголовная ответственность. Более 7 километров сетей заменят коммунальщики Ноябрьска в 2022 году. Реконструкцию проведут в первом и втором микрорайонах. Это первые районы капитальной застройки в городе. Домам и сетям уже более 35 лет. Коммуникации изношены, и это приводит к частым авариям. В будущем году старые трубы заменят на новые с современной изоляцией, что снизит теплопотери и защитит от коррозии. На эти цели в инвестпрограмме «Энергогаз Ноябрьска» предусмотрено 190 миллионов рублей. Кроме этого, коммунальщики планируют завершить реконструкцию станции очистки подземных вод, построить новую канализационную насосную станцию и продолжить реконструкцию коммуникаций на промзоне. Объем финансирования всех работ составит 525 миллионов рублей. В Ноябрьске установят новые остановочные комплексы. Об этом рассказали в администрации города после жалоб в социальных сетях. Горожане выразили недовольство из-за отсутствия павильонов в оживленных местах. В частности, один из местных жителей пожаловался, что на улице Советской в районе пересечения с 60 лет СССР знак автобусной остановки есть, а самого павильона нет. Еще одно проблемное место по сообщениям горожан «Мира-1». Там остановка, как таковая, тоже отсутствует. Представители администрации заверили, что неудобства временные. Новый павильон на Советской установят до конца года. До середины декабря обустроят и остановочный пункт школы номер 3. Жителям Ноябрьска станут доступны новые авианаправления. Из города запускают рейсы в Челябинск и Омск. Первые вылеты намечены уже на конец ноября. Из Челябинска в Ноябрьске обратно самолеты будут летать по четвергам. Минимальная цена билета 7 370 рублей. Рейсы в Ноябрьск-Омске обратно будут выполняться по субботам. Стоимость перелета от 6 160 рублей. Добавлю, аэропорт Ноябрьска перешел на зимний режим работы в конце октября. Из полетной программы ушли сезонные рейсы. Сочи и Симферополь. Сейчас улететь из города можно в Москву, Санкт-Петербург, Салихард, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу и Краснодар. На Ямале опубликован проект бюджета на следующий год. Главный финансовый документ региона останется дефицитным. Правда, по сравнению с прошлым годом, он снизится больше, чем вдвое, с 54 до 25 миллиардов рублей. Общий объем доходов вырастет более чем на четверть и составит 247 миллиардов. Расходы, в свою очередь, увеличатся на 10% и достигнут 272 миллиардов. 80% расходов направят на развитие социальной сферы инфраструктуры и повышение уровня жизни ямальцев. Работа над формированием региональной казны велась несколько месяцев. 1 ноября документ был внесен в законодательное собрание Ямала. Депутаты рассмотрят его на очередном заседании 25 ноября. Роспотребнадзор продлил ковид-ограничения еще на два года. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России. В более ранних документах меры по профилактике коронавируса были введены до 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению, дата изменена на 1 января 2024 года. До этого времени россиянам придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На Ямале пришлось разобщить несколько групп в детских садах и два десятка классов в школах. Виной всему заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщили в Ямальском управлении Роспотребнадзора. Три детсадовские группы в трех учреждениях разобщили из-за заболеваний ОРВИ. А вот учеников в 17 школах перевели на удаленку из-за контакта с ковид-положительными. Сам врачи отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом явление сезонное. За прошлую неделю зафиксировали 7200 заболевших, почти половина – это дети. В 196 случаях медики диагностировали внебольничные пневмонии. Официально подтверждены 19 случаев гриппа. 20 ноября педиатры отмечают свой профессиональный праздник. Эти специалисты ведут своих пациентов с самого рождения и до совершеннолетия. Найти общий язык с детьми, говорят врачи, намного проще, чем со взрослыми. Как работают педиатры сегодня и почему молодые специалисты возвращаются на Ямал, расскажем в следующем материале выпуска. Маленький Адам сегодня вновь встречается со своим педиатром. Малышу вот-вот исполнится год, поэтому на пороге этого кабинета он появляется регулярно. Для профилактики. Такие осмотры – один из способов следить за здоровьем самых важных пациентов. Проверяют состояние, нет ли каких-то осложнений, отклонений. Она очень, очень находит подход. Сразу боится врачей. И Адам, и Алена сейчас только делают первые шаги. Их пути пересеклись год назад. Тогда молодой врач окончила вуз. А Адам появился на свет. Меня поставили на участок. Я первым делом начала, я вначале не брала вызова. То есть Наталья Владимировна, заведующая, она сказала, что пока втянись, по здоровым деткам работать. Я ходила по патронажам, по новорожденным. И вот как раз был, только-только выпишешься из спирентального центра. Сейчас ему уже год. Сначала, когда она первый раз к нам пришла домой, я думала, что за девочку пришла. Первый раз, да, не было доверия. А потом, когда пообщались, поняла, что она специалист хороший. Всего под опекой Алены больше восьми сотен маленьких пациентов. Каждому нужен свой подход. С детьми, говорит врач, работать легче, чем со взрослыми. Главное – поймать момент. Нужно всегда улыбаться пациентам. То есть быть добродушным, доброжелательным, чтобы дети чувствовали доброту. Если, например, человек злой, либо черствый сердцем, то, конечно, дети это будут чувствовать. И они будут бояться ходить к педиатру. За один рабочий день Алена Стадольника сможет принять несколько десятков маленьких пациентов. Часть приходит вместе с родителями, кому-то сама заглядывает в гости. Каждый день врач проводит поквартирные обходы. Сейчас это особенно актуально. Дети склонны болеть к началу зимы. Самые частые поводы для визита – кишечные инфекции и ОРВИ. Зависит от времени года и дня недели зависит. Например, в понедельник это очень куча вызовов бывает. Может быть, например, до 20 на одном участке. Даже бывали случаи, когда им больше. Это вот октябрь, сентябрь. И, помимо прочего, врач должна знать о противопоказаниях и особенностях здоровья каждого ребенка. Работа сложная и более чем ответственная. Но о сделанном когда-то выборе Алена еще ни разу не пожалела. Год назад она вернулась в Ноябрьск, чтобы отработать контракт по целевому направлению. Но покидать родной город больше не намерена. Для жителей Ноябрьска стала доступна еще одна вакцина от гриппа. В ЦГБ поступило 250 доз препаратов «Лю-М-Тетра». Это инактивированная расщепленная вакцина, которая формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Препарат разработали в Санкт-Петербурге. Он рекомендован в качестве ежегодной профилактической иммунизации у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Напомню, в Ноябрьске вакцинация от гриппа проходит ежегодно. Для горожан обычно доступны два препарата. Это Савигрипп для взрослых и Ультрикс-Квадри для детей. По последним данным, прививку от гриппа поставили больше 18 тысяч взрослых жителей Ноябрьска и 11 тысяч детей. В Ноябрьске на учете у онкологов состоит больше полутора тысяч человек. Об этом журналистам «Ноябрьск-24» рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Елена Куликова. Пациенты на учете у онколога состоят пожизненно. Часть из них победили. Болезни находятся в ремиссии. Кому-то врачи сообщили о рецидиве, а у кого-то заболевание выявили впервые. В этом году онкологию выявили у 218 человек. Самым распространенным видом рака остается новообразование молочных желез. За 10 месяцев нами было выявлено 45 женщин с раком молочной железы. Из них 39 женщин на первой и второй стадии. Рак молочной железы, чем раньше его выявить, тем лучше он и успешнее подастся лечению. То есть практически в 100% рак молочной железы на первой и второй стадии поддается лечению. В ноябрьском центре ветеринарии заработал рентген-кабинет. Рентгенограф, пожалуй, самый долгожданный аппарат для владельцев четвероногих. Причем его ждали не только жители Ноябрьска, но и близлежащих городов. Люди писали письма с просьбой установить рентген для животных не только главе города, но и губернатору региона, поскольку ближайший аппарат находится в Сургуте. Оборудование закупили еще в прошлом году, однако ввести его в эксплуатацию не могли из-за долгой процедуры получения всех разрешений. В ноябрьский рентген-аппарат цифровой, он позволяет делать качественные снимки как самым миниатюрным животным, так и крупным собакам. Чтобы попасть на обследование хвостатым пациентам, нужно предварительно записаться на прием. Хозяева могут это сделать, позвонив по номеру 428210. Рентгенограф располагается по адресу проспект Мира, 109. Сейчас прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Альтернатива Зуму школьники Ноябрьска перейдут на новую образовательную платформу для уроков на дистанте. Когда хобби превращается в бизнес, как зарабатывают жители Ноябрьска на своих увлечениях? Сказка обойдется недешево, стало известно, сколько потратят на украшения Ноябрьска к Новому году. Это Ноябрьс 24. Обзор за неделю мы продолжаем. Спасатели Ноябрьска провели необычные учения. Специально для этого над землей на тросах подвесили автомобиль. По легенде, машина с людьми внутри слетела со скользкой дороги, пробила опору моста и нависла над пропастью. Подобные учения провели впервые. Чтобы помочь двум пострадавшим, специалистам пришлось использовать не только альпинистское снаряжение, но и гидравлический инструмент. Сначала спасатели вытащили пассажиров, а затем перенесли их в безопасную зону. Размер пособия по безработице увеличат. В 2022 году правительство утвердило сумму выплаты. Правда, минимальная величина остается прежней. На Ямале с учетом районного коэффициента это 2250 рублей. А вот максимальный размер пособия вырастет. Сумма выплаты для безработных ямальцев увеличится почти на тысячу и составит 19188 рублей. Условия для назначения пособия остаются прежними. На максимальный размер могут рассчитывать граждане, имевшие стаж более 6 месяцев в течение последнего года. Минимальное пособие назначают тем, кто ищет работу впервые, имеет перерыв в трудовом стаже более года или был уволен за дисциплинарное нарушение. Всероссийская перепись населения официально завершена. Ее итоги опубликуют в течение следующего года. В сравнении с кампанией 2010-го данные огласят гораздо быстрее. Между тем, Ямал лидирует по количеству переписавшихся на портале госуслуг. Эту форму предпочли 30% жителей округа. На участке Натальи Данченко, это около 500 домовладельный, процент переписавшихся через интернет составил примерно 40%. Это очень удобно как для горожан, так и для переписчика. Жильцы могли заполнить переписные листы в удобное для них время, а после передать соответствующий QR-код переписчику со всей необходимой информацией. Когда я прихожу, все равно это темп. То есть нужно собраться с мыслями, ответить правильно на вопрос. Там очень большие привязки друг к другу. А когда человек дома, в спокойной обстановке, он, естественно, может все это подумать, правильно составить. Главная проблема, по словам Натальи, отсутствие хозяев дома. Многие квартиры пустуют. А вот с недоброжелательностью владельцев квартир переписчик не сталкивалось. Перепись – очень интересное занятие. Отказов у меня как таковых прямых не было. То есть когда приходишь к людям, всегда настраиваешься на их личный контакт. Он как бы уговариваешь, разговаривается. Я прошла достаточно много, у меня 75%. Как бы это хороший показатель. Дистанционное обучение в восьмой школе планируют организовать с использованием онлайн-платформы «Сферум». Сейчас удаленка работает на базе Zoom. На данный момент «Сферум» протестировали в более чем тысячи школ страны. В некоторых регионах уже вовсю используют данный продукт. Благодаря удобному интерфейсу освоить приложение смогут ученики всех возрастов. А также их родители, для которых предусмотрена возможность оперативного получения обмена информацией. По словам педагогов, новое программное обеспечение имеет ряд преимуществ. Одни из главных – закрытые школьные сообщества и чаты для учебы и общения. Было очень много нареканий, когда подключаются совершенно посторонние люди к уроку. Начинают безобразничать, начинают срывать уроки. В «Сферме» это реализовали через авторизацию детей через социальные сети. В надежде на то, что свои логины и пароли от социальных сетей кому попало, дети раздавать не будут. Многодетных мам Ямала поощрят наградами. В этом году 14 жительниц округа получат медали «Материнская слава Ямала». Такая награда положена женщинам, которые воспитали 4 и более детей. В медали прилагается приятный бонус – денежная премия в размере 250 тысяч рублей. «Материнская слава Ямала» присуждается по результатам конкурсного отбора. Соискатели премии предлагают организации. Медали «Материнская слава Ямала» в округе вручают на протяжении уже 12 лет. За эти годы их получили 238 женщин. Награждение приурочено ко Дню Матери, которое отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 27 число. В пандемию больше людей стали искать альтернативный заработок. И все чаще источником дополнительного дохода становится их увлечение. Причем неважно, чем занимается человек. Фото, кондитерское искусство, украшения, ручные работы. Вот топ-3 хобби, на которых пытаются заработать ямальцы. Как сделать так, чтобы любимое занятие приносило не только удовольствие, но и деньги, узнавала наша съемочная группа. Мне спрашивают, вы технолог? Нет. Пекарь? Нет. Кондитер? Нет. Вы в пекарном цеху когда-нибудь были? Нет. Кто вы по специальности? Музыкант. На меня вот так, знаете, как на камикадзе. По дороге на работу в музыкальную школу она обязательно заезжает в свою пекарню. Уже больше года Елена Сафонова не только педагог, но и предприниматель. Толщком для бизнеса в столь непростое время стала победа в конкурсе грантов и денежный приз в 1 миллион рублей. На эти деньги она купила оборудование, нашла помещение и сделала там ремонт. Получилось так, что уже, ну, в общем-то, пенсия не за горами. Встал вопрос, а что я вообще на ней собираюсь делать? Я поняла, что я хочу уехать, а чем я собираюсь заниматься? Потому что, ну, в общем-то, силы есть. И как я себе это мыслю? Я потом поняла, что, наверное, мне это интересно, мне это нравится. И не попробовать ли это поразвивать. Только полезные десерты и выпечка. Интерес к правильной пище у Елены появился несколько лет назад. Один из ее домочадцев – сладкоежка и при этом диабетик. Да и сама Елена хотела есть и не толстеть. Отсюда и пошли эксперименты. Хлеб без дрожжей на разных видах закваски, торты без сахара и глютена. Если раньше ее изделия дегустировали друзья, ученики и коллеги, то теперь они доступны всем желающим. Процесс пошел вообще в процессе, скажем так. Причем я поняла, что я многого не знаю, но надо обрастать другими знаниями совершенно. То есть фактически я пошла с нуля заново учиться, дорабатывать, доделывать, вести бизнес надо тоже уметь. Число таких, как Елена, сегодня растет. Получать от хобби не только удовольствие, но и деньги становится неким трендом. Эта тенденция на рынке труда наметилась еще лет пять назад. В ноябрьске почти половина предпринимателей и самозанятых сделали свой бизнес из любимого дела. В топе кулинария, дизайн украшений и фотоискусство. Для того, чтобы понять, действительно хобби принесет доход или нет, необходимо ответить себе как минимум на три вопроса. То есть это просто свежим взглядом сесть и ответить, насколько те товары и услуги, которые вы производите, они действительно нужны людям. Готовы ли люди платить за них деньги? И следующий вопрос, это получается, готовы ли мы работать в срок и по заказу. Виктория уверена, любое хобби может стать бизнесом. Но не каждый человек способен любимое дело сделать доходным. Главная ошибка неопытных – погоня за быстрыми деньгами. Тут нужно много учиться, знать тренды, каналы продаж, бухгалтерию, а еще и юридические тонкости и основы маркетинга. Одним словом, на голом энтузиазме много не заработаешь. Я всегда говорю, ручная работа. Мы продаем не свои работы, не свой труд, мы продаем свою душу. Татьяна Мусевич уже семь лет всю свою душу вкладывает в интерьерные куклы. Для бывшего работника детского сада это и хобби, и звонкая монета. Сейчас, как она сама выражается, пора предновогоднего чёса, а как следствие – бессонных ночей. Заказов много, интерьерные куклы как никогда популярны. В её арсенале только по примерным подсчётам уже полторы тысячи уникальных работ. Мы начинали с северного рынка. Там же все ИП, и мы стоим. А вдруг вот кто-то придёт сказать, а на каком основании вы здесь вообще, чего вы тут делаете? Что я скажу? Я пошла к юристу, к адвокату, но я практически одна из первых пришла в мой бизнес, сказала, ребята, регистрируемся. Всё, я теперь сама занята, я сплюсь в покое. Она начинала без бизнес-плана. Из капитала, шутит, были только идей и умелые руки. Первого ангела продала всего за 1200 рублей. Сегодня её авторские куклы стоят в разы дороже, а имя – уже настоящий бренд. Татьяна, как человек поистине творческий, признаётся, что до сих пор с низкой иголкой справляется лучше, чем с документами и цифрами. Но как ни крути, в экономическую сторону вопроса волей-неволей приходится погружаться. Немножечко, конечно, иду на поводу у покупателей. Ну, в том плане, что вот сейчас год тигра, да, и я делаю тигриков. Ну, потому что вот это надо тоже покупать, правильно? Не только душой. Как вы говорите, скидки, да. Закуп стараюсь сделать там, где я могу тоже и поймать скидочку. Где-то бартером мы работаем. С творческим подходом тоже, ну вот как-то пробуем туда выходить. По подсчётам городского бизнес-инкубатора, 80% тех, кто обращается за помощью в монетизации своего хобби – это мамы в декрете. На втором месте люди предпенсионного возраста. Хотя специалисты уверяют, что в этом деле возраст абсолютно не важен. Главное – подойти к вопросу заработка с любовью, набраться терпения и не опускать руки при первых трудностях. Елена Жаркова, Александр Морозов, Сергей Павлов, Александр Паханов. Ноябрь с 24. «Газпромнефть» признана одним из лучших работодателей России. Компания вновь в числе лидеров рейтинга международного агентства «Юниверсум». В 2021 году «Газпромнефть» сохранила позиции в топ-5 лучших работодателей по направлению бизнес-коммерция, а также инженерного дела и естественных наук. В области гуманитарных наук «Газпромнефть» попала в первую десятку. Рейтинг был составлен по результатам опроса профессионального сообщества России. Респонденты оценивали корпоративную культуру компаний, уровень программ развития компетенций и возможностей для профессионального развития. Ранее «Газпромнефть» вошла в число самых привлекательных мест работы по версии будущих специалистов. Рекрутинговый портал «Хэдхантер» назвал компанию лучшим работодателем России. «Газпромнефть» снова проведет форум социальных инвестиций «Родные города». Ключевое событие компании в сфере развития регионов состоится в Санкт-Петербурге 26 ноября. Ожидается участие 300 гостей и спикеров, среди которых генеральный директор «Газпромнефть» Александр Дюков и спецпредставитель президента РФ по связи с международными организациями Анатолий Чубайс. На форуме обсудят, как создать благоприятную среду для жителей регионов, как сохранить природное богатство и решить экологические проблемы. Присоединиться к тематическим сессиям сможет каждый желающий. Будут организованы онлайн-трансляции. Пройти регистрацию можно на сайте forum.rodneegoroda.ru Актер из Ноябрьска снялся в полнометражном фильме. Премьера кинокартины «Небо» состоялась 18 ноября в российских кинотеатрах. Одну из ролей исполнил актер городского театра Назар Денисов. В основу фильма легла история российских военных летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. Су-24, в котором находились пилоты-штурман, сбил турецкий истребитель в небе над серией в ноябре 2015 года. Экипаж смог катапультироваться, однако боевики расстреляли Пешкова в воздухе, пока он спускался с парашютом. Он получил звание Героя России посмертно. Мурахтину удалось спастись, и он стал кавалером Ордена Мужества. Съемки фильма проходили в нескольких российских городах, а также в самой Сирии. По словам Назара Денисова, его роль небольшая, а сам персонаж скорее отрицательный. В 2022 году россияне будут отдыхать 118 дней. Минтрут утвердил календарь праздников и выходных дней. Так, новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января. День защитника Отечества подарит один выходной посреди недели. В марте страна отдохнет три дня с 6 по 8 число. Майские праздники традиционно разделили на две части. Длинные уикенды будут с 1 по 3 мая и с 7 по 10. В июне россиян ждут три выходных. 11, 12 и 13 число. Столько же отдохнем и на День народного единства. Выходными будут 4, 5 и 6 ноября. Власти Ноябрьска объявили большой аукцион на закупку новогодних украшений. В списке более сотни различных световых конструкций для размещения в местах массовых гуляний и на опорах освещения. Так, в этом году новогоднее настроение горожанам будут создавать три светящихся воздушных шара, два высотой от 4 до 5 метров и один большой шестиметровый. Объекты сконструируют так, чтобы была возможность зайти внутрь корзины воздушного шара. Кроме того, на улицах должны появиться 5-метровый сказочный куб зазеркалья, 4-метровая светящаяся льдина, резные шишки и 2-метровое кресло планета. По предварительным подсчетам изготовление и поставка всех конструкций обойдется в 19 с лишним миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 ноября. А сами конструкции изготовителям нужно будет привезти в Ноябрьск 17 декабря. В Ноябрьске 18 ноября отметили день рождения Деда Мороза. Дата официальная и есть в российском календаре. Празднества прошли на территории Центра духовно-нравственного воспитания. Там уже который год располагается резиденция Зимнего Волшебника. Поздравить Деда Мороза пришли ребята из детских садов. Прежде чем дойти до виновника торжества, детям пришлось пройти испытания на тропе сказок. Преодолев все преграды и дойдя до Деда Мороза, юные гости подарили ему подарки. Рисунки, подделки, стихотворения, а кто-то принес даже лимонад. А потом спели песню «Каравай». В Ноябрьск снова забрела леса. Местные жители заметили лесную гостью, прогуливающуюся по городу. Видео с диким зверем появилось в социальных сетях. Автор, сделавший кадры, отмечает, что все происходит на улице Новоселов. На видео леса пробежала вдоль жилых домов, а затем скрылась из поля зрения. Такие встречи с лесными обитателями в Ноябрьске нередки. Рыжие гости были не раз замечены в городе прошлой зимой. Специалисты тем временем напоминают, пытаться погладить или накормить дикое животное не стоит. Они могут быть переносчиками бешенства. На Ямале появился первый в мире олень-блогер. Животное зовут Михалыч, и свой первый пост он опубликовал с помощью ученых Арктического стационара Института экологии растений и животных ран. На видео олень ест, перемещается по тундре и снова ест. Как поясняют ученые, до 10 килограммов листы в сутки. Видео снято с помощью камеры, которая встроена в ошейник. Сделано это в рамках проекта «Тундра глазами оленя». Его проводят сотрудники Арктического стационара. На животных надели более 20 ошейников со спутниковыми передатчиками. Данные с них позволяют изучать передвижение, питание и энергозатраты животных. И только на двух оленей, кроме датчиков, прикрепили еще и видеокамеры. Ученые обещают в ближайшее время опубликовать новые кадры от оленя-блогера Михалыча. Еще больше новостей на сайте naiborz24.ru и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.